Добрый день, это программа «С Верой в спорт» у микрофона Вера Власова. В гостях у меня сегодня спортсмен-любитель, участник соревнований по трейл-раннингу, а также забегов марафонских, в том числе Вятские холмы, Дмитрий Соколан. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, друзья. Здравствуйте, Вера. Итак, поскольку вы являетесь любителем, не профессиональным, насколько я понимаю, спортсменом, давайте начнем разговор с того, почему и как именно так случилось, что вы выбрали для себя бег. И почему именно бег? Ну, вообще, начну с того, что я всю жизнь чем-то стараюсь заниматься таким активным. Вот. Вначале у меня был велосипед, я очень активно катался. Вначале это когда сразу? В 2010 году я купил велосипед уже такой, достаточно спортивный. Это же вроде бы недавно. Ну, да. Ну, раньше в школе мы все играли баскетбол, футбол, катались на лыжах, то есть таким образом. Вот. И, соответственно, вначале у меня появился велосипед, мы как бы катались с ребятами, какие-то покатушки устраивали совместные, ездили, допустим, до Порошина, еще куда-то. Потом это переросло в нечто большее. Мы стали участвовать в велосоревнованиях по кросс-кантри, стали ездить в веломарафоны. Допустим, там... Не в Кирове? В Кирове. Допустим, совсем недавно мы взяли и прокатились из Кирова в Глазов на велосипедах. Вот. То есть это такая личная инициатива, команды сплоченные, с общими интересами. Да, со временем стали появляться знакомые, друзья. Появился такой спортивный клуб «Икс Киров», который собрал вокруг себя всех любителей, таких вот энтузиастов. И мы начали делать какие-то совместные акции, соревнования, покатушки, привлекать народ. Этузиастов, спортсменов и в некотором, наверное, смысле экстремалов. Да, несомненно, это экстремальные виды спорта. Всегда надо понимать, что надо быть аккуратным, подходить с головой. Должна быть экипировка. Поэтому вот так. Как раз старшие собратья в этом клубе, наверное, и рассказывают, да, как лучше, что делать, чтобы избежать травм. Да, несомненно, намного проще перенимать чей-то опыт, чем самому натыкаться на это как-то. Может быть, даже какие-то там со здоровьем могут быть проблемы, если ты не знаешь, как тренироваться, как ездить. Опытные ребята всегда расскажут, покажут. И подстрахуют. И помогут подобрать снаряжение, да. Итак, велик, с него начиналась ваша спортивная, я так понимаю, жизнь. Что дальше? Ну, ездить на велосипеде, конечно, круто, но со временем это надоедает. Ну, всем, наверное, надоедает заниматься чем-то одним. Ну, постоянно, конечно. Если это не профессиональные спортсмены, то наверняка, да. Когда есть возможность чего-то еще, испробовать что-то еще. Да, конечно. И я подумал, почему бы не заняться бегом? Ведь бег – это, наверное, самый доступный вид спорта на сегодняшний день, активного спорта. Надо купить хорошие кроссовки, ну, пожалуй, все. Остальное можно уже как бы со временем потихонечку подкупать, но для начала нужна только хорошая обувь. И выйти, и просто побежать. Да, и здесь можно даже, наверное, без оглядки на хорошую погоду. В любую погоду. Настоящий спортсмен, да, в душе, который спортсмен в том числе, побежит. И, наверное, здесь никакого влияния погоды не имеет. Ну, да, на самом деле сложно себя заставить бегать в дождь или в снегопад. Но со временем это приходит, со временем. И закаляется сила воли. Да, и ты уже просто ждешь тоже какой-то, допустим, не только солнышко, но и такую, допустим, погоду с ветром там или с небольшим дождиком тоже прикольно бегать. А где вы бегали? С чего начинали? Это город или это Манеж? Нет, первые пробежки вообще можно делать в парке около дома, допустим, по набережной. То есть там, где нет машин, где не ходят люди, чтобы они не мешали. Можно уехать, допустим, в Порошино. То есть вот такие места. А Манеж и стадион как-то для меня скучноватый. Хотя там тоже бегаю, но предпочитаю больше такую свободу. Ну, конечно, если на стадионе бегать, по себе знают, зацикленность постоянно уже в 28-й раз один и тот же круг, это с ума сойти можно. Конечно, если есть возможность куда-то вырваться в лес, на природу, в поля, это самое, наверное, идеальное, что можно придумать для бега. Да, хотя тренировки на стадионе, они тоже должны быть. Я позже расскажу, какие это тренировки. Но я стараюсь как бы их минимизировать. Мне все-таки ближе вот именно бег где-то за городом по естественному рельефу. И по поверхности наверняка не асфальту, насколько я понимаю. Да, и еще один плюс бега по мягкому грунту, допустим, или просто по какой-то там траве, по тропинкам, это снижается ударная нагрузка, соответственно, ваши колени будут чувствовать себя хорошо. Это важно на первоначальном этапе знакомства с бегом, при погружении в технику бега? Вообще, на первоначальном этапе, если вы собрались только-только бегать, надо понимать, что не надо гнаться сразу за большими расстояниями, допустим, там 10-20 километров. Начните просто там 3 километра, недельку побегайте. На следующую увеличите до 4-х свои тренировки. И так плавно-плавно вы почувствуете, что у вас организм начинает адаптироваться, и вы можете брать более длительные дистанции и без проблем их бежать. Ведь главное, чтобы после тренировки вы себя хорошо чувствовали и была какая-то радость. Чтобы была подзарядка, конечно. Да, а не то, чтобы прибежали, устали, еле-еле и все, и спать. И спать. То есть у вас, насколько я понимаю, тренировки по бегу проходили вечером после работы? Да, очень сложно днем их выполнить, потому что я работаю. Вот. Я как бы не профессиональный спортсмен, который зарабатывает на этом, да, поэтому... Либо когда-то можно их вставить до работы. И, конечно, большая часть времени это вечером. Ну, после работы, там, ночное время, в темное время суток. Допустим, если это зима. Летом, конечно, светлое время суток. Вот так вот. Большая часть аудитории, которая нас сегодня слушает, сейчас слушает, это, конечно же, тоже люди, которые имеют постоянную работу. И в основном это люди, которые работают с утра до вечера. И, насколько я знаю, главный вопрос это, вот я хочу бегать, а когда мне это делать, если я работаю, потом я с работы прихожу уставший. Как удавалось и удается сейчас вам лично совмещать такое занятие, как бег, и обычные рабочие какие-то процессы? Ну, на самом деле, после работы заставить себе бегать не так и сложно. Можно сделать все свои дела быстро, выбраться там на пробежку на 30 минут и дальше заниматься своими делами. Все зависит от того, как вы грамотно спланируете. Да и менеджмент. Именно, да. И вот в спорте это помогает именно себе запланировать четко график тренировок, расписать и исследовать этому. И также это можно переносить на какие-то там бизнесовые процессы, там еще какие-то домашние дела. Главное, четкий план и стараться его соблюдать. Ну и психологи тоже говорят, что чем больше мы себе планируем делать, тем больше мы успеваем. Говоря именно об этом дополнении, которое появилось в вашей жизни, насколько оно вам помогло и помогает. Ну, вы знаете, вот бег, он очень хорошо разгружает. Допустим, если после работы что-то накопилось, какое-то там настроение плохое, я беру кроссовки, пробегаю тренировку, и в голове какие-то, может быть, даже проблемы, они как бы находятся в решении этих проблем. В то время как с бутылочкой пива эти проблемы вряд ли находятся. Решение проблемы вряд ли находятся. Да, да, верно. И, соответственно, организм отдыхает, то есть вот этот стресс какой-то, он просто потом уходит. И, соответственно, на утро ты уже просыпаешься с такой ясной головой и готов к дальнейшим действиям, решениям. И с ясной головой, и в неплохой физической форме, и без всяких отягощающих последствий. Здесь очень много плюсов, на самом деле, которых мы еще чуть позже расскажем. А мне сейчас хочется, Адмитрий, перейти именно к вашим достижениям. Сколько уже у вас длится вот эта любовь к бегу? Сколько вы насчитываете лет, да, занимающихся бегом? На первую сознательную тренировку, на пробежку я вышел в 2012 году, в ноябре. 2012 год, ноябрь, по снегу. То есть почти шесть лет? Да. Я просто взял первый... В ноябре? Вот именно. То есть не летом, когда было солнце, тепло. Я просто решил, почему бы вот сейчас не начать. Если не начать сейчас, это можно еще на год отложить, на два, на три, и так и не начать. Поэтому я просто взял и пошел бегать. Не откладывай на завтра то, что можно пробежать сегодня. Да. Здорово. Вот как раз один из моих вопросов сегодня был связан с тем, когда лучше начать бегать. И было опасение, что вот сейчас, поскольку слякотная погода приближается, есть опасение, что вот я замерзну, мне будет холодно, ручки, ножки, ой-ой-ой, еще шапку надо надевать. А здесь прямо в ноябре, причем по снегу, это на самом деле очень круто, это очень стимулирует. Это есть залог того, что уж если я сейчас бегу, то уж потом я точно не брошу. Да. И вы прям всю зиму, да, бежали потом? Да, потом, ну, была проблема, у меня была обувь неподходящая, я тоже как бы через это прошел, заболели колени. Я стал интересоваться, почему, что я неправильно делаю. Оказалось, что надо купить хорошую экипировку, и после этого все будет нормально. Так и получилось. Тогда поясните, пожалуйста, для меня и для слушателей, в чем разница обуви и как ее следует подбирать. Уже Ваш совет, как знатока, человека, который через это прошел. Сейчас очень много представлено беговых кроссовок, также много всякой другой китайской обуви дешевой. С виду, вроде бы, они кажутся такими хорошими кроссовками, но надо понимать, что здоровье, как бы на здоровье не стоит экономить. Допустим, за 650 рублей кроссовки никогда Вам не принесут столько комфорта и удовольствия, допустим, сколько хорошая, ну, скажем так, любительская, профессиональная обувь. Не обязательно сразу покупать топовые модели кроссовок известных брендов. Можно начать с менее таких, ну, чуть поменьше уровнем, чтобы понять, вообще это Вам надо, не надо. Может быть, Вы побегаете и будете просто бегать для удовольствия. Может быть, Вы захотите улучшать свои рекорды. Участвовать в соревнованиях в том числе. Если брать более такие длительные дистанции, то уже придется тогда другую обувь выбирать. Вообще, на самом деле, много типов кроссовок. Есть для коротких пробежек, есть для объемных тренировок, есть для быстрых тренировок. Это все разная обувь. И постепенно, вот если Вы занимаетесь бегом, Вы придете к этому, Вы это почитаете где-то, кто-то Вам расскажет. Итак, давайте уже перейдем непосредственно к Вашим достижениям. С чего начались Ваши победы, Ваше участие в мероприятиях, в соревнованиях и какие-то были дистанции? Ну, начал я бегать в 2012 году, как я и говорил. Просто для себя тренировался, делал какие-то, ну, бессистемные такие пробежки, ну, регулярные, но как бы не старался, не подводился никаким соревнованиям, не готовился. В 2016 году решил попробовать поучаствовать в соревнованиях и сразу выбрал марафон. Причем не простой марафон, а горный марафон Канжак. Он проходит в Свердловской области, соответственно, это гора Канжаковский камень, вот, и на нее бегут все участники и спускаются обратно. В этом заключается марафон. То есть стартуют с поляны, бегут вверх и обратно на финиш. Это просто бег или вот это вот несколько иные виды спорта, которые мы с вами за эфиром обсуждали? Да, кстати, это соревнование не просто там какой-то по легкой атлетике, это дисциплина альпинизма, называется скайранинг. Скайранинг. Да, то есть восхождение, быстро восхождение на гору. Причем местами приходится использовать четыре точки опоры. Карабкаться по камням, толсти вверх. Вот довольно такое веселое приключение. То есть карабкаясь по горам, восхождение и вот эти крутые спуски, причем это все 42,2 километра, это первая дистанция, которую вы выбрали для покорения вот именно в качестве соревнования. Да, верно. Вот как ни странно, я почему-то начал сразу с такой дистанции. Ну да, уж чем мелочиться-то. Вы же сразу так. Ну, я же подготовился к этому, я сознательно выбрал именно вот этот забег и готовился к нему там, ну, наверное, вот год-два. Как это происходило? Поначалу читал информацию, общался с людьми. У меня нету тренера, я тренируюсь сам. Вот у кого-то что-то у одного спросил, у другого спросил. Примерно вырисовался, как бы определился план тренировок, и я стал уже просто на себе корректировать его. То есть смотреть, как организм реагирует после той или иной нагрузки, и стал что-то менять. Сколько времени вы уделяли вот на такое свое хобби, на подготовку? Ну, вообще, вот тренировки проходили, старался бегать минимум три раза в неделю. То есть лучше бегать по чуть-чуть, но постоянно, чем, допустим, побегали в субботу 20 километров, ну, 15. Неделю ничего не делали, потом снова в субботу 20 километров. Организм очень, как бы, реагирует на это плохо. Вот, он скорее больше... Это стресс каждый раз везде. Да, он больше не прогрессирует, а наоборот, как-то, может быть, даже где-то что-то потом вылезет какая-то неисправность, так скажем. Болячка нехорошая. Вот, поэтому минимум три раза в неделю, и постепенно стал увеличивать объемы. То есть, допустим, там 5 километров, потом 10, 15, 20, ну, наверное, до 30 километров такие вот тренировки были. По поводу легкой атлетики бега понятно, но как вам удавалось здесь, в Кирове, насколько я понимаю, подготовиться к горному забегу, именно к скайранингу? Да, вот тут есть своя специфика. Это далеко не шоссейный марафон, к которому мы все привыкли, который мы видим по телевизору, который у нас проходит в Кирове. Вот, это довольно такое специфичное, как бы, явление для меня было. Поэтому приходилось искать места с крутым рельефом. Ну, у нас вообще город, довольно, как бы, нет ни гор, таких больших, поэтому приходилось искать какие-то вот, ну, приближенные по рельефу и по набору высоты места. Ну, вот самое, что такое было оптимально, это горнолыжный склон, ски-клаб у нас на Филейке. Вот я по нему бегал. Неужели он по рельефу, ну, я по покрытию, скорее всего, нет, но по рельефу похож на вот то место, где вы бегали? По покрытию, конечно, нет, там нет камней, больших, курумник, так называемый. Вот, но угол наклона позволяет получить какую-то вот, ну, похожую нагрузку создать для организма. И поэтому приходилось вот там вот набирать эти вертикальные метры, бегать вверх-вниз. У нас довольно такое интересное занятие, там обычно тренируются лыжники наши, они там с палками отрабатывают имитации. Вот, и они очень удивлялись, почему я бегаю без палок и к чему готовлюсь. Вот, но я им рассказал про это. Что за дерзость. Да, рассказал про это соревнование, они так почесали голову, о, классно, надо бы тоже съездить. Кто-нибудь еще из Кирова ездил на эти соревнования? Когда-нибудь? На самом деле у нас есть ветераны по легкой атлетике, это уже люди в возрасте, они до сих пор бегают. Есть даже, кто бегает суточные забеги, это цело сутки бежать. Это сколько километров? Ну, в среднем они пробегают, допустим, от 170 до 230, там рекорд 240-250 километров. Такой вот. Без остановки? Без остановки по стадиону. Только лишь пунктопитание, да, какие-то, либо с собой что-то, у них постоянно есть вода, изотоник, что-нибудь такое, да? Да, вот, и один из них, его зовут Владимир Кочуров, оказывается, он на Канжак уже ездит довольно длительное время, просто нигде не пишет об этом, о нем тоже не говорят. И когда мы там встретились, он говорит, о, я из Кирова, такой, да вы что? Да, я сюда уже езжу, не первый год. Я такой, понятно. Так что вот, оказывается, уже туда кировчане довольно давно ездят. Дорожка-то проложена, да? Да, но среди молодежи, вот среди тех моих знакомых еще никто не ездил. Ну вот, я поучаствовал первый раз в этом соревновании, приехал, рассказал всем, погрузил в эти ощущения, да. И вот уже второй год стабильно ездят, как бы, люди, бегают. Уже командой? Уже командой, им нравится, да, с каждым забегом, как бы сказать, количество участников увеличивается. А вы только один раз там были или потом тоже ездили? Первый забег в 2016 году получилось так, что нас не пустили на вершину, МЧС запретило, потому что были погодные условия. Там пошел это начало июля, и там уже пошел снег. Ну, потом растаял, просто там горы есть горы, там всегда может быть непредсказуемая погода. Вот, нас не пустили на вершину, и меня это зацепило. Я решил, что в следующем году снова поеду. Дело принципа? И, да, зайду. А то есть, подождите, еще тогда, в 2016 году удалось завершить дистанцию? Нас развернули за 3 километра до вершины. То есть мы... То есть 39 пробежали? Да, примерно, да. Ну, 2, то есть 3 туда, 3 обратно, то есть 6. Ага. Вычитаем, получается. Получается, гораздо меньше, чем это необходимо. И дело принципа, и, соответственно. Да, соответственно, на следующий год я собрался и забежал на вершину, все хорошо было. Погода отличная, солнце в одной футболке, ни ветра, ничего. Это был 17-й год, получается? Это 17-й год. То есть год назад вы это совершили. По времени есть ли какие-то там ограничения, сколько дается времени? То есть понятно, что сколько сейчас составляет рекорд по марафону? Вот в Берлине вы говорили, что минувшие выходные состоялось. Да, опять перейдем к классическому марафону. На время. Шоссейному, да. На котором четкая дистанция есть, промеренная. Допустим, эта трасса уже несколько лет утверждена. И вот в прошедшие выходные был побит мировой рекорд, который составлял... Ну, в общем, его побили на 1 минуту 18 секунд. Его побил кенийский спортсмен. Ну, конечно. И Люд Кипчога. Кипчога. А не он ли тогда бежал 2 часа 3 минуты? Да, это был проект, но это был не марафон, это немножко другой. Но это специальный проект, который должен был доказать, что человек способен выйти из определенного коридора. Из определенной рамки. 2 часа это уже всех будоражит. Никто пока еще не мог это сделать. Это невероятная скорость. Да. Тут, ну, я думаю, что в дальнейшем кто-то все равно выйдет за эти пределы. И тогда Кипчога пробежал 2.03. Получается, сейчас... Сейчас на марафоне в Берлине он показал результат 2 часа, 1 минута 39 секунд. Причем это не те самые искусственно созданные идеальные условия, которые были вот в том проекте. А вот это самый обычный марафон. То есть он стартовал вместе со всеми. Да там сколько, наверное? Ну, больше тысячи человек в любом случае стартовал. Там это очень большой марафон. Я боюсь даже назвать цифру. Там десятки тысяч измеряются. Десятки тысяч стартуют разом. Да. На одну и ту же дистанцию. Перекрывается весь Берлин, я так понимаю. Да, весь. Для проведения данного мероприятия. Центр Берлина точно полностью перекрывается. Плюс улицы соседние. Но там в этом плане уже давно все привыкли. Это в один круг, наверное, да, проводится? Это, несомненно, один круг. И все-таки берлинский марафон. И вот эти вот идеальные условия на трассе Формулы-1. Разные вещи. То есть повороты, подъемы и прочие моменты. Поэтому нельзя говорить, что вот 2 часа 3 секунды, что у него было, это вот... 3 минуты. Нет, там, знаете, там 2 часа и сколько-то секунд. На самом деле 30 секунд, по-моему, или там 33. Что-то такое. В проекте, да. А вот здесь вот 2 часа 1 секунда, 1 минута 39 секунд. Это уже именно вот то, что сейчас, на сегодняшний день, вообще в истории планеты, ну, быстрее просто люди не бегали 42 километра. Да, еще хочу заметить, что вот его темп, если разложить, вот с его темпом, ни один российский спортсмен еще не бегал быстрее больше часа. То есть час может держать с его темп, вот этот темп, который он показал на марафоне. Киниться. Да. А больше часа еще никто из российских атлетов не показывал такой скорости. То есть речь идет о распределении сил, но, видимо, о неравном распределении сил. То есть первый час движения быстрее. На самом деле, да, там есть свои программы у таких спортсменов. Кто-то бежит первую часть тише, а вторую ускоряется. Кто-то там наоборот раскладывается как-то по-разному. Это все стратегия и именно работа тренера. У нас в Кирове тоже есть выдающиеся спортсмены, насколько я понимаю, которые тоже поставили рекорд для Кирова, для кировчан, по крайней мере. Кто это и каковы цифры здесь, расскажите. Да, действительно, у нас в Кирове есть человек, который поставил рекорд на марафоне. Среди всех кировчан это Олег Княгин. Он пробежал марафон за 2 часа 13 минут и 2 секунды. 2 часа 13 минут. То есть на 11-12 минут подольше, чем кенийский спортсмен. Ну да, чуть-чуть подольше, но действительно там уже каждые секунды просто... Их вырывают там. Так даются, что вообще там, допустим, элитные спортсмены, увеличивая свой рекорд на пару секунд, уже радуются. 2 часа 13 секунд, 42 километра, 42,2 километра. Невероятно. А ваш рекорд каков личный? Я побил рекорд на Вязких холмах в этом году. Время получилось 2 часа 53 минуты 11 секунд. 2 часа 53 минуты 11 секунд. Да. А планируете дальше? Дальше бегать в марафон и снижать временные рамки? У меня уже вот-вот следующий старт. Так. Когда и где? Это воскресенье. Москва. Московский марафон. Московский марафон в это воскресенье. Да. Самый массовый, самый значимый марафон России. Самый такой просто ошеломляющий. Мы желаем вам удачи огромной. Продержаться, выйти далеко за те пределы, за которые вам когда-либо удавалось выходить. Да. Так что хороший вам старт, во-первых. А во-вторых, давайте вернемся все-таки к нашему скайраннингу. Да. Ну, я еще хочу, вот вы мне пожелали успеха, а я еще хочу другим ребятам пожелать тоже успеха. Потому что большая команда, очень большая команда из Кирова едет на московский марафон. Ребята, давайте, покажите все, на что вы способны. И также ребята поедут на Мюнскинский марафон. Я знаю, что собираются. Путевку на которой тоже выделены на Мюнскинхолмах. Поэтому вам тоже, ребята, давайте, покажите, как у нас глядят. Оставите честь России и Кировской области, города Кирова. Несомненно. Народные соревнования их. А вы едете на Мюнхен? Нет, к сожалению, нет. Московский марафон, это, наверное, будет последний такой старт в этом сезоне. И на нем я закончу. В этом году. В этом году, да. И буду пока отдыхать. Ну, такие тренировки будут носить такой спокойный характер. Давайте еще пару слов о нашем любимом скайрайнинге. Еще об одной дисциплине хочется поговорить. Это трейлорайнинг. Давайте сначала про скайрайнинг закончим. Каково время там? Насколько оно отличается от времени на обычной трассе? Время вообще непредсказуемо, потому что все зависит от погодных условий. Пошел дождь, камни стали скользкие, передвижение замедлилось. Или там выпал снег, соответственно, тоже скорость упала. Поднялся ветер, возник туман откуда-то, и все. То есть тут полностью все зависит, многое зависит от погодных условий. И, конечно, внимательность человека тоже здесь играет большую роль, потому что каждый шаг ты ступаешь, ну, вот если в нас по асфальту ты бежишь, просто не задумываешься на автомате, то здесь каждый шаг, он непредсказуем, он уникален, он индивидуален. То есть ты выбираешь трассу, работая головой. Все-таки сложно представить, как можно к такой трассе, где нужно работать головой постоянно каждую секунду, как к этому можно подготовиться на филейке? Ну, есть несколько упражнений, которые позволяют как-то вот выработать такую технику бега. В интернете есть видео, можно посмотреть, они в открытом доступе. То есть вы готовились к этому марафону, скайраннингу через видео в интернете? В том числе, да. Потрясающе. Да, и насколько я понимаю, скайраннинг не ставит перед собой цель покорения временной отметки. Какова цель? Какова цель? Передить конкурентом. Конечно, занять первое место, быстрее добежать, благополучно вернуться обратно, вот не потеряться, потому что зачастую даже с отличной разметкой спортсмены могут убежать, и все, и могут там оказаться в конце протокола, либо вообще их будут искать. За штрафной линией где-то, да? Да. Да, и есть еще одно понятие, это трейл раннинг. Расскажи, что это такое, и какова ваша степень вовлеченности в этот вид спорта? Трейл раннинг – это дисциплина легкой атлетики. Совсем недавно создалась федерация трейл раннинга у нас в России. В Кирове ее пока нет? В Кирове нет, она как бы всероссийская, но в Кирове пока это еще не так развито, у нас пока нет таких забегов, хотя мы планируем в следующем году, ну, там, пока не буду говорить, что получится или нет, но в планах есть устроить такой забег по трейлу. Местные пока, да, я так понимаю? Да, может быть, это будет не в черте Кирова, может быть, это какой-то район, где есть перепады высот, где есть интересные трассы. А так, трейл раннинг – это в переводе с английского трейл, это тропа и раннинг, ну, бегать, да, то есть бегать по тропе, это бег по природному рельефу. То есть любые тропинки, те же горы, кстати, вот черта трейл раннинга и скайр раннинга, она очень такая тонкая, и буквально можно даже вот посмотреть, какие-то соревнования европейские по трейл раннингу, ты подумаешь, что это скайр раннинг, но на самом деле там есть четкие разграничения, потому что они уже проводятся там уже много лет, и у них уже свои федерации, и свои гонки, и спортсмены, допустим, кто-то участвует в одни, кто-то в других. Но у нас в России трейл раннинг больше похож на, наверное, вот такой бег по лесам, по болотам, ну, по горам тоже есть, но вот что мы видим в европейской части России, это больше такие вот полевые, так скажем, забеги. Я участвовал в этом году в трёх забегах таких. Первый это был зимний, вообще забег зимой в декабре, 76 километров дистанции. Это было в черте города Ростова, Ярославской области. В черте города прямо? Ну, недалеко, то есть мы убегали, бегали-бегали-бегали где-то там, и прибегали снова в город Ростов. Ну, 76 километров, да, позволяет разбежаться. Да, изначально планировали бежать по озеру, но погодные слои были слишком тёплые, и озеро не замёрзло, поэтому изменили дистанцию, побежали просто там в обход. Вот, потом был забег ночной, то есть старт в тёмное время суток, допустим, в 12, и финишируешь уже с рассветом, дистанция 50 километров. Это было тоже около Ростова. Вот, и самое такое масштабное мероприятие, которое было в этом году, это... Да, вот Митя сейчас держит в руках медаль, очень красивую. Это забег Golden Ring Ultra Trail, грудь сокращённо. Это 108 километров, скажем так, из Суздаля в поля, в леса, по болотам, и финиш снова в Суздале. — Сложно воспринимать, на самом деле, такие большие цифры, потому что Киров пока видел только 42,2. Да, поэтому такие дистанции нам пока только снятся, конечно. Но знаем, Дмитрий, что вы являетесь лучшим бегуном по горам, да, как говорится, среди кировчан. И, на самом деле, я так понимаю, что это заслуженно. Насколько большое представительство кировчан участвует в подобных соревнованиях по трейл-райнингу? Ну, всё больше и больше людей начинают этим увлекаться, потому что вообще по России это идёт бум. Таких соревнований уже в каждой области почти есть какие-то забеги. И, соответственно, кому-то надоедает бегать по асфальту всё время, так же, как вот мне. И хочется какого-то разнообразия, хочется природы, поэтому вот выбираю такие старты. Да, ну, на самом деле, программа подходит к концу у нас уже. Да, очень много не успели, ещё хотели поговорить и про школы бега. И надеюсь, что в следующий раз, когда вы вернётесь уже с московского забега, в московском марафоне, мы ещё с вами такую обзорную дополнительную программу о том, что такое бег сделаем, если вы будете не против. А сейчас мне остаётся только пожелать вам и всей команде нашей кировской большой удачи в это воскресенье в Москве на московском марафоне. Лёгкой вам дороги, хорошей погоды, и чтобы всё складывалось очень успешно. И новых рекордов. Большое спасибо. Всем бег. Всем здоровья. С Верой в спорт.